можно ли целоваться обниматься до брака но если так немножко щечку если так не очень крепко то можно а так нельзя почему потому что это силы наши наши это сказать нашего естества будет нас очень сильные брудные ощущения и когда это происходит между мужем и женой они могут соединиться это будет не грех ба-брак честен бара-бара барач наружу не скверно а вот если это не муж и жена если они будут очень так усинцироваться обниматься то они тоже могут соединиться потеряв контроль это будет уже бруд которая опорочит даже их будущий брак даже сани между по женится потом это все равно опорочит будущий брак то что они брак заключается о господи источник любви настоящий тебе это бог а здесь они совершили нечто что бог не благословляет начни совершили преступление против своей любви и таким образом они осквернят свой будущий брак обычно люди сейчас современные они играют ну муж вроде не муж и жена еще но там нас до брака там осталось там неделька две-три там немножко уже да уже всем кольца куплены сваде свадьба уже назначена тогда уже можно все делать что на тоже такая формальность я людей православных от неформальности пока ты не венчан ты не муж и жена раз ты не муж и жена то ничего нельзя там уже на массу случаев ни один ни два ни три когда были куплены кольца куплено платье и люди расстались не дожив до своего там венчания росписи той свадьбы когда там жених убегает из-под венца как в известном сказе гоголя к сожалению так уж и редко и и что тогда думал что тоже жена или ты муж а не муж значит а что я был самый обычный бруд без всякого оправдания и вот как раз внимание и целование они вот особенно ли молодых это опасно кровь что называется может ударить голову и после этого что будет но богу известно поэтому лучше воздержаться к тому же знаете вот почему еще надо воздерживаться от этих действий особенно когда у вас еще не решено и даже когда же решено вроде бы дело в том что эти действия они замутняют сознание то человек уже не не может трезво оценивать своего партнера по вот так сказать таким отношением да то есть по возможно так сказать как президента на там руку сердце и там девушка стала женой он не может трезво оценивать у него рацию отключается из-за большого прилива гормона гормонов организм и происходит такое вот явление такую влюбленности р страстности и люди на волне это страстности женится уходит замуж потом силу естественных причин страстность уменьшается даже совсем исчезает и люди думают и на ком я женился где были мои глаза и такого закова вышла замуж что это где была моя голова вот она была на месте она была одурманена соответствующими биологическими добавками нашими естественными гормонами которые таким естественным образом деляются при определенных таких контактах пусть это не полный контакт но тем не менее такого-то распаление самого себя вот этими действиями не целомудренными вот чем это очень опасно людей которые вот не муж и жена если муж и жена уже все ну что есть то есть у всех свои недостатки надо учиться христианской любви а если это еще может быть этот брак можно избежать будущий может там сид на люди не совсем стыку из друг с другом вот здесь как раз это вот эти действия они могут помешать рассудить это увидеть даже может вещи совершенно очевидные и страсть слепая страсть слепая даже когда человек видит очевиднейшую вещь которую нельзя то есть не и неприемлемо другом человек для него застрашивает но ничего но при этом каждый день но исправлю его там или там она за игры с каждым встречным мужчина но ничего у нас любовь все это но все-таки вещь которые но видно это что нельзя с этим человеком это очень по меньшей мере опасно а человеку да за это страсти у него все это все эти аргументы или даже какие-то явные факты она их забивает поэтому эти действия я советую от них воздержаться вот и тогда может быть будет более трезвый выбор сколько это возможно сутка что тут нужно обязательно молиться и потом основе этого триза выбора счастливый брак внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео